привет зритель сейчас у нас с тобой будет обзор моего ухода на сентябрь правда я как бы в сентябре скорее все буду тоже часть времени в деревне но что-то тут у меня есть и что-то его дофига и вот начну вот с этого потому что только что обновляла свой тоник для лица сегодня у нас 27 августа это адрена такой желеобразный алое гель очень хороший а это вот тут когда-то был тоник поле смысле этот гель поле потом тоник на основе поле теперь тут тоник на основе вот этого вот геля тоже в принципе все алое алое вот тоник для лица на основе алое очень хорошая штука бери на заметку если у тебя есть алое гель то ты можешь сделать себе еще и тоник на его основе крем для ног мой блин я про него уже забыла это от подписчицы лелечки от эйвон ночной увлажняющий крем для ног который я одно время использовала как крем для рук но сейчас такая жрища стоит что даже как-то не до крема для ног после душа потому что там будут кое-какие средства которые я немножко наносила на лицо но потом я поняла что вот в жару их все-таки лучше не подавать никакие средства для лица кроме алое геля или тоника на основе алое хороший крем возможно он будет пустых баночках сентября так бы он может быть пустых баночках были это был но я где-то половину лета была в деревне вот у меня тут от свет и на затест гориньер сыворотка для лица я ее уже обозревала в посылочке ну смысле в обзоре посылочки хорошая сыворотка мне понравилось но единственное что вот сейчас я понимаю что мы не просто как-то не до сыворотки потому что жарко хотя даже вот на жаре и и пользовала на очень быстро впитываться и липкости никакого дискомфорта не доставляет тут у нас тоже от свет это первый кон ночной сейчас я вспомню кто это флюид меня тут такие проблемы были что мне было совершенно не до флюида была у меня тут штука на дна на обзор я еще распаковку сделано еще даже не монтировала силу того что не заложила уж и сначала мне случился конъюнктивит на один компонент средства чистящего а потом моя случилось что дышать нечем потом вообще голова закружилась а потом уж и заложила ко всему прочему эти уши еще до сих пор не отложила вчера я вроде как отложила но приняла душе и снова заложила это у нас тут как раз той самой фирмы тут в коробочке пусто хотя нет тут коробочке пакетик из подчаяка видимо это на пустые баночки коробочка до сих пор пахнет мыло мыло стоит в ванной это мыло будет в кадре в другом видео обзора моего затеста этого ухода уходовых средств продуктов и уходовых средств от компании greenway российской каталожной компании вот та самая компания с экопродукцией зачем-то в собачила ну в общем я не знаю что в составе того средства что дало мне такую реакцию организма или там такое меня реально ли на лимонен аллергия либо там что-то не дописано мыло пахнет очень вкусно настолько вкусно виноградом что видимо у меня аллергия короче говоря для натурального средства она очень сильно пахнет у него очень сильная отдушка состав у него в принципе неплохой тут всякие масла 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 где-то в самом конце цитрусовая кислота отдушка и еще какая-то штука и вот это отдушка на очень термоядерная потому что пахнет даже от коробочки но обычно мне как-то привычнее что если натуральное мыло то но так сильно не пахнет и у него очень большой минус она очень сильно размокать она дает конечно хорошую пену я его использовала даже как место геля для душа очень хорошую пена дает хорошо ну в общем отмывает все все нормально кожа себя втянута не чувствует но она очень сильно размокать и когда берешь вот если у вас ногти примерно как у меня или даже длиннее или совсем покороче но в общем она во-первых под ногтями оставляется когда его берешь но все такое ну я давно не встречала настолько размокающего мыла вот она у меня на сентябрь пойдет а еще у меня мыло осталось то которое все лето юзается это от oriflame несет и дарили на день на день рождения на 8 марта дам набор крем для рук вот это мыло крем для рук еще в запасах стоит а мыло все еще живо так у меня зубная паста парадонтол для чувствительный зубов кажется надо за чувствительными зубами и деснами 63 грамма довольно хорошая экономичная паста я давно не покупала русские пасты у меня были ли корейские или вот китайская которая долго играющая потом она уже как бы в пустых баночках но пустые баночки еще и так там мало где-то в сентябре на разделу эти пустые баночки общем вот паста бы в сентябре юзаться мой самопальный бальзам для губ надо хоть и намазаться а то еще тут собиралась помазаться и забыла вот он по такой жаре подрастаял малость у меня тут тоже от компании greenway российской в новосибирске рожденной вот в такой коробочке шарме и шарм дезодорант спрей вот он надо им попользоваться я пока не поняла его суть есть от него какой-то толку или нет ну кому-то я так пила он нравится кому-то он не нравится кому-то возможно не подошел аллергии на него у меня нет на мое счастье но я пока не поняла как он ну справляется с путом или нет так то у меня как бы как ты уже знаешь наверное если не знаешь что сейчас узнаешь самопальные дезики уже несколько лет я делаю на основе кокосового масла эфирных масел и воска от наших пчелок так что тут у меня у меня тут алмазный пилингель для лица от подписчицы света очень хорошая штука я им пользуюсь вот им из всех трех штук которые у меня тут предоставлены на уход я пользуюсь чаще ну как бы он пилинг от него никакого ему на жаре или на холоде эффекта нет в смысле что если бы им пополивался то жарко как бы от него лишний пот не пойдет у меня тут очищающие косметические сливки для снятия макияжа череда и курение дуванчика череда помогает от внешних признаков аллергии жалко что на уши не помогает обратно расслышать хорошее средство я с ним уже знакома более десяти лет так у меня тут все никак не закончится ну как бы потому что я была вне города а он был тут а когда я была в городе у нас была жара и как-то оно ни к чему было это опять кверх ногами тоже подарок от подписчицы лелечки это эвен к масло кокоса восстановления гласян для тела до сухой очень сухой кожи сейчас настолько жарко на улице и дома что кожа даже уже не сухая я надеюсь что он у меня закончится хотя бы к середине осень так чего у меня тут еще крем который надо бы доделать до конца сентября а потом я буду им мазать по пятке это как в одной эфрашевской группе давно давно говорилось в контактике но если там крем приходил подарок от эфраша а он был не по возрасту или не подходил то им мазали пятки вот я им буду мазать пятки когда если не успею его закончить до срока годности так как я в деревне он тут то соответственно я им практически не пользовалась жарко и он хоть он очень легкий но все равно я поняла что лишний раз потеешь когда на себя наносишь даже очень легкий крем или очень легкую сыворотку это пюр камиль я не знаю эфраши сейчас выпускают еще или нет это крем ночной и дневной в общем что-то никак не закрою его эфраша пюр камиль очень хороший он мне нравится так у меня тут подарок от подписчицы цветы я им пользовалась мне очень понравился этот лосьончик ну вообще-то бальзам молочко для волос здоровый блеск мягкий бальзам шайн серум с миндальным маслом гладкие блестящие как волосы как шелк для поврежденных волос для тонких и жирных он тоже очень очень хорошо подходит вообще отлично у меня во первых быстро высохли волосы от него во вторых они были пышными и они были пышными даже на следующий день чего не могу сказать о шампуне и бальзаме которые в этом уходе все таки не участвуют потому что я что-то как-то с опаской на этот гринвейст стал относиться думаю мало ли чего я даже другую часть пакета не стала еще пока тестировать потому что мало ли чего знаете не очень приятные ощущения середины среды по субботу полуглухой такой ходить и учитывая что первые два дня у меня конъюнктивит был так еще и голова болела от этого всего ну и у меня там еще есть двухфазный спрей для волос но я решила пока молочко делать и в общем молочко мне очень понравилось вот реально крутое такое если где увидите у вас тонкие жирные волосы либо волосы для с повреждениями то вот я вам такую штуку советую спасибо свете очень классная штука такс я забыла пену для вам принести я сейчас наверное прервусь и схожу за ней вместо шампуня у меня будет самопальный шампунь тут аотвар свекла ну как бы я варила свеклу мне была половинка свеклы угостили половинкой большой такой одна ее girb она чистая была такая половинка свекла я сварила значит ее в итоге я ее правда разрезала и заморозила а большую часть отвара думаю я же когда-то делала какую-то штуку со свеклой ему что бы не сделать шампун у меня как раз немножко оставалась эта мыльная основа для шампуня это у нас выдумчики основа для классического шампуня и я туда зафигачила Правда, оно у меня очень жидкое вышло, потому что жидкости было больше, чем основы И можно было загустить солью, солью я тоже загустила, но она всё равно жидковата вышла Ну, буду поливать и взбивать, и смывать Вообще, мне нравятся шампуни самопальные на основе мыльной от выдумщиков И я вот буду ей пользоваться Так, сейчас я прервусь, схожу за пеной для ванн А вот и пена для ванн, абсолютно универсальная штука Можно гель для души принять с ней Её сделать вместо геля для душа Можно ей голову помыть Так-то я её мыла в 4 утра, потому что проснулась по тем же самым причинам Из-за ушей И это самое Думаю, раз мне вчера заложила уши После того, как я помыла голову шампунем Правда, той самой плачевной для меня известной фирмы Российской Greenway Помыла голову её шампунем Мне заложила снова уши после того, как их только-только отложила То думаю, может, если я их снова помою эту голову горячей водой Правда, уже вот этим вот хотя бы Мне волосы, уши отложат, но как-то не случилось, счастье Это зелёное яблоко, подарок от подписчицы Лёлечки Очень классная пена для ванн, даёт очень хорошую пену И когда в пену для ванны, когда гель для душа И совсем чуть-чуть на ладошку, если вот голову помыть Совсем даже, вот думая, что ничего не будет с этой маленькой капелькой Очень хорошо промывают волосы Они пышные и всё такое Я вот его применяла как раз с тем молочком от Невея Последний раз Ну, предпоследний раз, скажем так Когда мы на голову Предпоследний раз даже Она очень экономичная Правда, я пену для ванн крайне редко Тут что-то принимаю Ванну, точнее, с пеной делаю крайне редко Что-то в этой квартире как-то, вот я так поняла За четыре с лишним года Не настолько часто, как вот, допустим, на механке Равносильно там за года два Но очень хорошая В общем, вот весь у меня уход на сентябрь Может быть, мне повезёт Я в сентябре полежу в ванной Ну и следующий ролик будет парфюмов Так что, если что Не переключайтесь Пока Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста